Жаркие споры о расписании занятий в спорткомплекте начались еще задолго до его открытия. Волейбол, баскетбол, большой теннис, но во главе всего, конечно же, гандбол. Тренер Евгений Шульга в Медведовске воспитал далеко не одного чемпиона по этому виду спорта. А имена гандболистов из станицы теперь звучат в сборных Кубани и даже России. Александра Давиденко, сейчас она в основе Кубани играет, стала чемпионкой мира. В этом году у нас серебряный призер Европы. В 2010-2011 году у нас Ирина Загаянова, серебряный призер Европы. И была серебряным призером Олимпийских игр. Начать отсюда, именно с 10-й школы Медведовской и выезд 13-й, у нас где-то 20 чемпионов России только вышли. Новый спорткомплекс даже назвали в честь гандболиста Николая Яркового. Местные жители называют его родоначальником этой игры в Тимошевском районе. Но универсальный зал пригоден и для многих других видов спорта. В первой половине дня заниматься в секциях здесь будут дети, а во второй – взрослые. По мнению главы региона, в стенах нового комплекса обязательно откроют новые имена для большого спорта. Спорт высших достижений начинается вот с таких спортзалов. 5,5 миллионов живет в нашем крае. Значит, все детки должны иметь возможность заниматься спортом в хороших, достойных условиях. Спорт пешей доступности – приоритет. Для меня был, есть и будет. Я вас всех поздравляю с открытием такого спортивного комплекса и возможностью заниматься спортом недалеко от своего дома. С праздником, друзья! Раньше мы строили такие спортивные объекты, спортивные сооружения, в основном в районных центрах и крупных городах нашего региона. А сейчас, согласно решению губернатора, вот такие спортивные комплексы будут построены именно в станицах. Спорткомплекс в Медведовской в этом году – лишь первая ласточка. К открытию готовятся новые центры для занятий физкультурой в Армавире, в Крымском и Кавказском районах. А на финишной прямой – окончание строительства спортзалов в Устенском, Новокубанском и Славинском. Причем, что важно, расположены они не в районных центрах, а в небольших станицах и даже хуторах. Наши таланты, они находятся в каждом хуторе, в каждой деревне, в каждом сельском поселении. Наша задача – к ним прийти. Задача, которую поставил губернатор, я думаю, это к спорту прийти к народу. Раньше было немножко наоборот. Народ искал, где заниматься. А сегодня поставленная задача, чтобы мы пришли, создали возможности для всех – для детей, для взрослых, для пенсионеров. Такие комплексы только называют малобюджетными. В них можно проводить как районные соревнования, так и в масштабах страны. Площадку уже оценили именитые спортсмены, о таком многие в начале своей карьеры могли только мечтать. Я считаю, что для Медведовской это прекрасный комплекс для занятий именно для детей. И надеюсь, что из этой станицы еще много выйдет прекрасных спортсменов. Но так как я родился в таком же селе, я хуторской сам, то считаю, для жителей это очень большой подарок. За два года всего планируют построить 18 таких типовых спорткомплексов. Для этого в бюджете региона заложили больше 200 миллионов рублей. Это деньги всех жителей нашего края. Поэтому, вкладывая спортивные сооружения, мы вкладываем в вас, мальчишки и девчонки, с надеждой, что эти инвестиции в будущее окупятся сполна. Вы должны это понимать. Главное, чтобы выросли здоровыми, активными людьми, которые создадут большое будущее из своей станицы, из своего района, из своего края. У вас есть уникальная возможность заниматься спортом. Воспользуйтесь этой возможностью и станьте сильнее, активнее и успешнее в своей жизни. Для сравнения, еще шесть лет назад физкультурой занималось лишь четверть населения края. А уже сегодня в спортивные залы и комплексы ходит почти половина жителей региона. С введением в эксплуатацию всех малобюджетных комплексов ожидается, что количество желающих увеличится еще больше. А значит, у Краснодарского края есть все шансы в очередной раз подтвердить уже полученное звание одного из самых спортивных регионов страны. Мария Крошная, Юлия Кишинева, Денис Москаленко, Алексей Комаров и Эдуард Тараканов. Кубань-24, Тимошевский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова